Славянский бог Кришна Итак, бог Кришин, сын Вышни и Златы Майи. Находятся также источники, называющие отцом его Дождьбога, но в этих же записях Дождьбог все равно назван перерождением Вышни. Таким образом, Кришин считается неоспоримым братом самого великого рода, хоть и намного младше его. Этимология имени Кришни недвусмысленно говорит нам об основной обязанности этого бога – Крыша. Для людей она могла служить защитой от всего – от непогоды, от врагов или других ненастей. Считается, что именно он передал людям ведические знания. По дополнительной информации, Крышиня называли небесным пастухом, что пасет небесных коров и туров. Что же касается достижений этого бога, основные источники повествуют нам о том, как на земле наступила власть Чернобога. Воцарилась нескончаемая зима, огни не загорались, люди замерзали и просто вымирали. Но рожден был Крышинь, кой сумел победить Чернобога и вернуть людям свет, тепло и огонь. Но когда боги праздновали с Крышинем эту победу, тот был не рад тому, что люди не могли так же вкусить с ними судью, кое считалось напитком богов. И вот так же, как когда-то Сварог даровал людям сыр и творог, так же и Крышинь отправился к отцу своему вышню, наполнил чашу судьей. И верхом на птице Гамаюн снес на землю этот напиток. Люд стал его готовить и впредь. Так же на земле встретил Крышинь избранницу свою. Какие-то источники повествуют о том, что Рада сама привлекла молодого бога. Другие, что она просто предсказала о его появлении в ее жизни. Возможно, любовь охватила Крышинь и сама собой при первой же случайной встрече. Но точно известно, что просто она ему не досталась. Ра. Воплощение ясного солнца, кой и был отец Рада, велел жениху пройти три испытания. А коль не справится, не отдаст отец дочь. Первое. Крышинь должен был допрыгнуть до высокой башни, откуда в окно выглядывала Рада, поцеловать ее и снять с пальчика перстень. У Крышинь был волшебный конь, что позволил пройти испытания и допрыгнуть до поднебесной башни. Второе веление гласило, что Крышинь за день обязан был укротить золоторогого тура и запрячь его в плуг, спахать поле, засеять рожь, вырастить и собрать урожай, сварить пиво и угостить тем гостей. Крышинь не с ним справился. И, наконец, третье испытание – это в великом поле найти ключик, замок от которого запирает косу Рады. Только в этом случае возможно было расплести невесте Косму, что обозначало бы для нее замужество. Крышинь нашел тот ключик, что и являлся первоцветом, и расплел Рады Косу. Так о каких же параллелях с Крышиной мы можем точно сказать? О последнем мы ведь знаем несравненно больше. Даже известно, возможно, точная дата его рождения. Но, несмотря на некую схожесть, нельзя сказать, что этих двоих абсолютно все общее. Впрочем, как и у многих других богов разных стран и мифологий. Точно можно заметить, что избранницы славянского индусского бога созвучны друг с другом не только именами, но и происхождением. Рада, как и Радха. Обе дочери – владычиц моря. К обоим сватался морской змей, кой у нас звался Тритоном. Происхождение Кришны и Крышиня разнятся. Однако оба, несомненно, имели общую цель – защищать и оберегать явный мир, мир людей. И Кришна, и Крышинь – оба светлые божества. Оба тесно связаны с Вышним, в одном случае являясь одним из его воплощений, другим сыном. Ну а, возможно, в будущем мы узнаем еще больше, что могло бы теснее объединить этих двоих божеств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова